Музыка Здравствуйте! Я родился в Чкаловском районе. Это небольшая лесная деревенька, до которой до Пуриха старинного селения недалеко, до Чкаловска не так уж далеко. Вот там прошло мое детство. А затем была школа в Чкаловске и поступление в Горьковский государственный педагогический институт. И вот здесь-то как раз в Горьковском государственном педагогическом институте и раскрылся мой интерес к краеведению, к тому, чтобы изучать родной край. А получилось так, что у нас был такой факультатив. И вел его, уж не помню сейчас преподавателя, по тогдашнему возрасту моему, не очень молодой человек. Мы ходили с ним по Покровке, как тогда называлась улица Свердлова, и он рассказывал нам о старинных особняках, обитателях этих особняков до революции. И меня это очень заинтересовало. А потом, после окончания, историко-филологического факультета, распределение, как тогда следовало по советским правилам. И я был назначен, распределен в школу, в Дальнеконстантиновский район. Это село Помры. И это селение стало первым, и первая школа, где я начал свою педагогическую деятельность. Вот представляете, мне 21 год, и я был назначен классным руководителем 8 класса. Ну, подросточки, что надо. 16 мальчиков шустрых и 4 девочки. Ну, на первых порах не очень с дисциплиной было. Я приходил домой расстроенным и думал, чем же их увлечь, чем их занять. И тут я вспомнил наш факультатив в педагогическом институте. Это было интересно для меня, для студентов, моих сверстников. Я подумал, и ребятам будет интересно. Несмотря на то, что они сельские ребята, они никогда не ходили в туристический поход. Они не знали истории названия своей деревни. А что не деревня, что не село, это какое-то странное такое название. Помра. Что за помра? Я спрашивал их, они не могли сказать. И не знали, что это мордовское, идущее из корней мордовское такое название, слово. Или рядом малая пицца, большая пицца. Это сейчас бы, ребят, сказали, ну, пицца, понятно, что такое. Но никакого отношения, конечно, к итальянскому кушанию пицца это не имело. Это тоже древнее мордовское такое название, имеющее свое объяснение, своей легендой. Вот с этого мы и начали изучать родной край. Пошли в походы, пошли в соседние деревни. И затем у нас появилась идея в школе создать такой музей небольшой. И ребятки откликнулись. Они настолько активничали, что перетрясли у себя все чердаки, сундуки, и притаскивали ржавые замки старинные, монеты. Даже клад обнаружили старинных монет и принесли в класс. А потом уже мы отправили это все на экспертизу в город Горький, в музей. Вот так постепенно они вокруг меня и заинтересовались изучением родного края. А пошли мы в туристский поход, ночевали у костра, в палатках. Потом поехали на туристический район и слет, где, конечно, не заняли первое место, там или второе, но само участие уже было замечательным. И вот постепенно вот так они настолько со мной сжились, они настолько... вот их привлекла вот эта деятельность. И родители стали замечать, что они учиться-то стали лучше. И все замечательно пошло у них. Вот так появился интерес и у меня, и у ребят. И пять лет вот в деревне Помара, в селе Помара, пролетели очень незаметно, очень плодотворно с моими учениками. И когда настала пора расстаться, я перешел, ушел, уехал в Дзержинск на свою, так сказать, вторую малую родину, где с 14 лет уже знал все, жил и полюбил этот город замечательный. Ну, а мне пришлось на очень короткое время с учительской работой, с педагогической расстаться. И меня пригласили на работу в Ленинскую смену. Это областная комсомольская была газета, очень популярная в области. А приглашение это было тоже не случайным, потому что еще когда я учился в институте и был студентом, я активно участвовал, писал и был корреспондентом многотиражной газеты за учительские кадры, которая регулярно выходила у нас в институте. А еще в общежитии я вел радиогазету, и она тоже очень пользовалась большой популярностью. Когда звучали позывные радиогазеты, то многие распахивали двери комнат, чтобы слышать, несмотря на то, что, например, выходили на кухню готовить обед. Такая работа в Ленинской смене профессиональным репортером мне очень многое дала. Конечно, окружение профессиональных, молодых, но уже опытных корреспондентов, моих друзей, ставших моими друзьями, очень многое дали мне в становлении как журналиста. Но вот в будущем, как бы эта работа из-за бытовых условий мне казалась не по плечу, нужно было решать квартирный вопрос, а в городе Горьком это было сложно. И поэтому пришлось опять вернуться к педагогической деятельности, вернуться в город Зержинск. И здесь я уже работал в школе рабочей молодежи. Тоже интереснейший период в моей жизни, когда мои ученики были старше меня, и младше, пожалуй, никого не было. Они работали, имели специальность, а у нас в школе получали среднее образование.